МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Юридический ликбез, в которой мы традиционно занимаемся переводом с шершавого языка закона на обычный человеческий язык, понятный нам с вами. Наверное, ничто не вызывает столько желания поспорить, как решение инспектора ГИБДД. Какие решения выносят инспекторы, как они их оформляют, и, главное, как отстоять свою правоту в, может быть, вышестоящих и судебных инстанциях, об этом мы будем говорить в ближайшие десятки минут, конечно же, с нашим экспертом Николай Соколов, адвокат, специалист по защите прав автомобилистов. Наш постоянный эксперт. И, конечно же, ваше участие в нашей программе является необходимой составляющей 617-95-55 с кодом Москвы-495, это наш номер телефона, 5577 номер для смс-сообщений от абонентов российских операторов сотовой связи, если вы пишете нам из республики Казахстан, 4 четверки, специальный номер для вас. Пока вы собираетесь с мыслями и готовите свои вопросы, наш вводный сюжет, посвященный как раз честным, как мы надеемся, труженикам, жезла, свистка и фуражки. Сотрудники ГИБДД самые обычные люди, а следовательно, как и любой из нас, могут ошибаться. Случается, что они не всегда принимают верные решения по делам, связанным с ДТП и нарушениями правил дорожного движения. Неправомерные действия представителя власти можно оспорить в суде. Однако для этого необходимо помнить основные правила. Не соглашайтесь с меняемым вам правонарушением, если вы понимаете, что вашей вины нет. Если сотрудник не указывает в протоколе обстоятельства, которые вы считаете существенными, обязательно зафиксируйте их в письменном виде. Потребуйте вписать протокол ваших свидетелей. Не оставляйте в протоколе незаполненные графы. Когда протокол будет заполнен и подписан, вам на руки должна быть выдана его копия. О чем еще нужно знать, чтобы не стать жертвой незаконных обвинений, расскажем в нашей сегодняшней программе. Итак, что же нужно делать, чтобы обвинения, если они заслуженные, смягчились, может быть, и наказание не было столь тяжким, ну а если не заслуженные, чтобы их просто отвезти. Будем говорить об этом сегодня. 617-95-55, как всегда, наш номер телефона. 4-9-5, это также, как всегда, код города Москвы. 5-5-7-7, номер для СМС-сообщения от российских операторов сотовой связи, от их абонентов, точнее, 4 четверки. Если вы пишете нам из республики Казахстан, Николай Соколов, наш эксперт, ты не поверишь, есть сразу звонки у нас. Что, в общем, неудивительно, наверное, когда такая тема. Тогда сразу приоритет, разумеется, нашим зрителям. И добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Меня остановили... Михаил в Подмосковье. Меня остановили сотрудники ГАИ и долго и упорно пытали, доказывая, что у меня какие-то там неоплаченные штрафы есть. Хотели там что-то со мной нехорошее сделать там. Но я долго сопротивлялся. Потом они, короче говоря, отказались. И сказали, типа, ну ладно, езжайте, это у вас давно неоплаченный штраф. А мне ничего не приходило. Я ничего не знаю даже. И стараюсь ездить по правилам. И доказать я им ничего не мог на дороге. Вот как действовать в такой ситуации? Простите, а что значит пытали? Они как-то угрожали вам физически? Да нет, конечно. Я так это утрирую, конечно. У нас адвокат здесь просто в эфире, понимаете? Высадили машины, там завели свою машину, там по компьютеру проверяли. Ну, в общем, долго... Но это не очень суровые пытки. Михаил, спасибо большое за вопрос. Спасибо. Сейчас Николай даст свой комментарий. Ну, а вы звоните пока. Я вот просто, прямо честно говоря, удивлен. Ну, я так думаю, что они в просветительских целях, да, наверное, какие-то там делали, показывали. Может быть, скучно им было. Может быть, скучно. Просто я так вот не понимаю, то есть они предлагали на месте, что ли, оплатить? Или банковский счет выдать квитанции? Вот. На самом деле, то есть, это... Вообще у них есть такая возможность сейчас установить наличие? Нет. Служба судебных приставов занимается взысканием штрафов. Они могут накладывать. Если сотрудники госавтоинспекции занимаются информационной деятельностью, ну, в том случае, если вот остановили... Ну, то есть зафиксировали и передали материал. Да. То есть, ну, возможно, то есть в целях информационного, добровольно, да, то есть сотрудник госавтоинспекции информирует вас о том, что у вас имеется задолженность. Он-то откуда это знает? У них есть база? Есть база, да. То есть у вас такие-то имеются там неоплаченные штрафы. По-моему, состав она называется, да, если я не ошибаюсь? Да. Вот. Ну, любой автолюбитель может сейчас через госуслуги посмотреть на свои штрафы, которые у него есть. Оплаченные, неоплаченные. Оплатить через электронную базу, там, теми же там банковской картой, либо распечатать квитанции и оплатить. Но сотрудники госавтоинспекции могут только информировать. Предлагать произвести оплату или еще что-то, ну, как-то пытать, вот как здесь еще что-то. Ну, это какая-то уже самодеятельность, когда в данном случае, вот, я бы Михаилу порекомендовал впредь, если такие вещи будут, то на автопатрульной машине есть телефон доверия, позвонить в службу УСБ. Управление собственной безопасности. Да, Управление собственной безопасности, сообщить номер, звание, фамилию, имя, отчество и указать о том, что, какие действия производятся в отношении вас. В дальнейшем вам... Ну и потом, можно же фиксировать, естественно, весь диалог с инспектором, о чем много говорили. Конечно, можно фиксировать на телефон, потом еще что-то. Я также просто хочу обратить внимание на то, что для сотрудников госавтоинспекции вот такие звонки в УСБ, оставление негативных отзывов от водителей, а также потом, если приехать и облегчить это в заявление, это проводится проверка служебная. Это очень неприятная вещь для сотрудников госавтоинспекции. И бесследно она не проходит. Но тут уже надо сделать ремарку, что за каждым таким звонком придется явиться все-таки в соответствующий орган и дать письменные показания, потому что, ну, иначе понятно, что все будут звонить. Просто звонить и оставлять какие-то... Причем зря наговаривать на, может быть, вполне честных сотрудников. Так что, в общем, рецепт понятия. Во-первых, контролируйте, что у вас там происходит с вашими штрафами, которые иногда действительно могут выписываться автоматическими системами фиксации. И, соответственно, почта у нас, ну, вы понимаете, это зачастую слабый, звеной, и действительно какие-то квитанции могут на ваш домашний адрес не прийти. Потом многие же люди живут совсем не там, где прописаны. Поэтому есть удобный сервис с удобными способами оплаты, а последствия могут быть крайне неприятными. И главное, что те сотрудники, те чиновники, которые эти последствия человеку организуют, это совсем не те, которые эти штрафы выписывали когда-то. Абсолютно. Да, то есть это... А за границу не увидите вы, например, или будете иметь какие-то другие негативные последствия, которые на вашей жизни тем или иным способом скажутся. Ну, а пока продолжим принимать ваши звонки. 617-95-55, код Москвы 495. Добрый вечер, вы в эфире. Услышали мы только, к сожалению, трель сотового оператора. Пока на СМС у нас тоже пусто. 5577, напоминаю я. Номеры 4-4 для тех, кто из Казахстана пишет. Ну, пока у нас есть такая пауза в звонках, которых, я уверен, будет много. С протоколом все-таки разберемся. Ликбез вот это как раз, та часть, которая обязательно должна присутствовать. То есть я расскажу практические рекомендации по поводу протокола. То есть когда составляется протокол, и от вас требуется... Только я сразу тебя перебью и попрошу как-то продифференцировать две бумаги. Первая, которая протокол, а вторая, которую норовят выписать инспекторы, такое квитанция постановления. Когда считается, что водитель с нарушением согласен по определению. Иной раз вот это согласие инспектор хочет запостулировать немедленно на месте, но очевидно, чтобы избежать дальнейших разбирательств. Ну, конечно, чтобы... Если, то есть, водитель не согласен, он будет обжаловать, то есть его будут вызывать. Ну, для него это неприятность, лишняя трата времени. Относительно протокола и вот объяснений, да, то есть это очень важный, кстати, момент, связанный с тем, что в последующем в суде, либо если вы пишете жалобу и отправляете в вышестоящий орган, в первую очередь будут смотреть на ваши письменные объяснения. Люди зачастую смотрят на то, что там 3-4 строчки, и пытаются в эти 3-4 строчки уместить вот все свои доводы, обстоятельства, которые были. Я хочу вот всех предупредить, что не ограничивайтесь этими строчками. Вы можете написать это на листочке А4 дополнительно, просто там указать, что является приложение. Ну, просто, да, дополнительно, просто вас это никто не ограничивает. Пишите, где хотите. Просто допишите, что имеется приложение, сотрудник госавтоинспекции обязан приколоть этот протокол, и это будет зафиксировано. Дополнительно просто сфотографируйте это на фоне этого же протокола, то, что у вас имеются письменные объяснения, чтобы потом предоставить эту фотографию суде, как доказательство. Ну, в этом случае смартфон тоже хороший подспорь, потому что будет данная геолокация о том, где именно была сделана фотография. И время. И время, да. Поэтому, в общем, сказать, что этого никогда не было, будет уже совсем-совсем сложно, если вдруг эти материалы пропадут. Продолжим мы ликбезную вот эту часть чуть позже, потому что есть у нас звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Олег меня зовут, я из Подмосковья. Я хотел бы уточнить уважаемого нашего юриста, как же быть, когда сотрудники ГВД останавливают и пробивают нас штрафы, и тут же, если у них есть штраф у этого водителя, то везут его в суд. И суд уже решает, как бы там, с какой наказанием, там, в виде лишения, в виде ареста, либо штрафа двойного. Это уже второй звонок из Московской области, по тому же поводу. Это какая-то спецоперация, что ли, там у вас? Нет, там действительно, в Московской области... Спасибо вам большое, спасибо. В Московской области просто бывают, они некоторые новации обдумывают, то есть вот, которые есть пробелы в законодательстве, и пытаются такие вещи. Значит... Значит, другая история, да? Другая история. А осуществить привод, как говорят? Да, привод, то есть говорят, у вас неоплаченный штраф, мы привлекаем вас по другой статье 2025, о том, что вот в двойном размере вас там накладываем за неоплату, там, этих штрафов. Значит, в любом случае сотрудники госавтоинспекции имеют право зафиксировать административное правонарушение и выписать протокол, составить протокол. Вести вас в суд, ну, это уже другая стадия. Фактически, я понимаю, на что они давят. Они давят на то, что человек, если он откажется по их велению поехать вместе с ними, куда бы то ни было, скорее всего, человек боится, что он нарушит законные требования, не подчинится законному требованию сотрудника ГИБДД, и теоретически могут быть, конечно, тяжелые последствия. Вот вопрос тогда, является ли требование проехать в суд законным? В суд можно поехать, либо вас доставляют, это составляется протокол о том, что вас туда доставляют. Что вас задержали. А имеет право инспектора ДПС задержания проводить? Ну, по административному это на три часа. Ну, это, в принципе, достаточно, наверное, чтобы до суда доехать. Либо 48 часов, это в целях установления личности, либо еще что-то. Но это уже нужно обосновывать. 48 часов – это достаточно длительный срок. А так три часа. Ну, то есть теоретически они это могут сделать. Но они должны это оформить. Конечно, это должно все оформляться документально. Чтобы вам потом, в последующем, предъявить ваши регрессные требования. Время, у вас сделка не состоялась. Либо вы куда-то опоздали, или еще что-то. Это ваше время, это ваши деньги. А сотрудник госавтоинспекции в данном случае делает то, что ему сказали сверху, не совсем смотря на последовательность тех законных действий, которые он должен делать в соответствии с тем же административным регламентом. Ну, инспекторов тоже можно понять. Если мы не сопротивляемся, они будут делать то, что считают нужным. Это такая игра, в которой, в общем, выигрывает тот, кто проявляет больше упорства. Мне так кажется. Я просто не знаю. Может быть, у них такая система по собираемости штрафов, или еще что-то. Да, возможно. 617-95-55, код Москвы 495-5577 и 4 четверки. Это два номера для смс-сообщений для абонентов российских и казахских операторов сотовой связи соответственно. А есть у нас еще один зритель, который нам в прямой эфир дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте, Ильдар. Рассказание. Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имеют ли право сотрудники ГАИ выписывать штраф за тонировку, если я ее успел уже отодрать, до проверки специальным прибором? Спасибо. В данном случае, получается, устранил сам то, что там, ну, то есть в добровольном порядке. Но нарушение, то есть уже не зафиксировано. Как оно может быть зафиксировано, если уже тонировку содрали? Кстати, на смс там тоже спрашивают, как должны проводиться замеры светопропускаемости стекол? На чистых, на чистых, то есть стекла должны быть чистые, не ночью, соответственно, в светлое время суток. Там есть ГОСТ, кстати, на сайте ГИБДД по вот этим приборам имеются ГОСТы с техническими характеристиками, в которых написано, при каких температурных режимах и в каких условиях они работают. А на дороге они имеют права это делать? Вот остановили автомобиль и ну замерять стекла? Или только во время техосмотра? Нет. Сотрудник ГОИ, то есть на стационарных постах, раньше это были сотрудники Росавтодора, потому что прибор имел соответствующий сертификат и лицо, не каждое имело возможность им пользоваться. Соответственно, то есть это проводилось только на стационарных постах. В настоящее время, то есть если есть этот прибор, есть документы, и сотрудник ГОИ увидел, зафиксировал, то есть этот прибор вписан, да, может. Хорошо. 617-95-55, вы можете дозвониться нам в прямой эфир по этому телефонному номеру, только не забудьте код Москвы-495, даже если вы, собственно, из столицы нам и звоните. Я пока обращусь к каналу СМС, сообщение очень длинное послание, не могу просто не прочесть. Заранее извините, пишет наш зритель, что вопрос не совсем в тему передачи, но помогите разобраться, можно ли установить ксенон в ПТФ, честно говоря, в ПТС, видимо, вписать, как изменение. В противотуманные фары. А, в противотуманные фары, да, прошу прощения, я новояс не весь понимаю. Если нет, могут ли решить водительское удостоверение, так же, как при установке в головной свет, в любом случае, спасибо, пишет наш постоянный зритель. Ну, почему же, собственно, не по теме? Это вполне себе предмет споров, мне кажется. Да, это предмет спора. Итак, в противотуманные фары, как мы сейчас выяснили, установлены ксеноновые прожекторы. Это жуткая вещь, на самом деле. Лучше так не делать. Заранее спросить. Все это рассеивает и слепит просто кошмар. Да, потому что они, в общем, не истируются так, как фары головного света. И, кроме того, без, насколько я понимаю, омывателя высокого давления. Штука, в известном смысле, бесполезная. Но, тем не менее, предположим, что купил человек такую машину, и вот, пока он ехал снимать эти пушки, у него произошла дискуссия с человеком в погонах. Интересная ситуация. Значит, были у меня несколько судебных споров по этим вопросам. Были по головному свету. Но сотруднику с автоинспекцией, он на глаз же не может определить, что там установлено, какой сил пучка, там еще что-то. Вот. Как проводилась фиксация. То есть, как он понял, что это ксенон, собственно. Да. То есть, как он понял, что это ксенон. То есть, он зафиксировал это на телефон, что блок розжига, то есть, он включается, какое-то там время уходит на то, что включение. Плюс свет был. Сфотографировал также саму фару, и на ней было указано галоген и эти характеристики для ламп, которые устанавливаются. Также было видно, что там имеется блок. Вот этих доказательств суду хватило. Но это, в общем, кропотливая работа. Это кропотливая работа, да. Действительно, это все оформлено было грамотно, то есть, вписано все это в протокол, вся эта процедура и вместе с марками. В данном случае, то есть, если сотрудник госавтоинспекции не поленится и проведет такую же аналогичную работу, я считаю, что это есть основание для того, чтобы применять такие меры. Ну, что ж, как там дуралекс, да? Закон, суровный закон. Так, еще на СМС спрашивают, как быть, когда знак разрешает обгон, а линия разметки запрещает, лишают, пишет нам Сергей из Казани. Обгон разрешен? Обгон, знак обгон не запрещает, а разметка, линия разметки, ну, видимо, сплошная. Да, надо действовать в соответствии с разметкой. Действовать в соответствии с разметкой. Ну, в общем, не обгоняйте, если разметка это запрещает. А если линию разметки не видно, кстати говоря, в силу погодных устой, вот у нас сегодня выпал снег внезапно. Надо доказать, что... Были условия. Были условия. Сразу скажу, что в данном случае суд будет руководствоваться схемой организации дорожного движения. Ну, а там будет сплошная линия. Вам, соответственно, нужно доказать. Как говорили в советской социальной рекламе, тогда не было такого термина, но уже говорили. Не уверен, не обгоняй. 617-95-55, код Москвы-495, наш номер телефона. Есть у нас еще один зритель в нашем прямом эфире. Добрый вечер. Как-то часто мы стали слышать такие гудки. Хорошо, дадим тогда слово вместо телезрителя, который не выдержал битву с сотовой связью, очевидно. Дадим слово нашим соседям по потоку, к которым наш корреспондент обратился с очень простым, понятным вопросом. Какие споры у вас возникали с сотрудниками ГИБДД? Давайте послушаем ответы. Возникали, и один раз мне удалось отсудить. Для чего вы уже? Ну, просто номер был нечетко виден, поэтому повезло. У меня нет вопросов с ГИБДД. Мы всегда расходимся по-любому. Ну, возникали, когда речь идет о лишении, когда останавливаешься, показывают просто скорость, допустим, 123 км в час. Хотя вроде по навигатору ехал не больше 120. Фотографии машины нет, просто данные пистолета 123 – это вроде бы лишение, а не штраф. И тут как бы споры идут напрямую, потому что как бы с одной сделают штраф в 2000 рублей, с другой стороны – лишение. Фотографии твоей машины нет, ты не знаешь, когда он в последний раз обнулял данные этого пистолета. Тут, конечно, споры возникают, но переспорить их сложно, поэтому гораздо проще решить вопрос на месте. В основном в спорных вопросах виновата я, типа скоростной режим или несоблюдение дистанции. А так беспочных претензий у них нет ко мне? В принципе, не было, потому что если я нарушала, значит, я нарушала. Только то, что парковка в центре. То есть пришел штраф, хотя там не было ни парктрон, ну то есть я не видел ничего запрещающего там. Вот то, что я должен оплатить был парковку. А мне пришел штраф в 5000, который я оплатил. А по поводу проезда, перекрестков, много разных всяких. Ну, по мелочи, может, конечно. Иногда штрафуют совершенно, кажется, не обоснованно. Это было мнение наших с вами соседей по потоку. Давайте теперь запустим наше традиционное СМС-голосование. Можно ли оспорить решение инспектора ГИБДД? Так звучит вопрос. Я дам небольшие комментарии. Можно. В данном случае имеется в виду незаконная процедура, которая, конечно же, существует. А насколько реально? Вы считаете, что реально отставить свою правоту в споре с инспектором ГИБДД? Вот так надо понимать слова, которые вы сейчас видите на экране. Варианты ответа предельно простые. Да, нет. В финале нашей программы мы, конечно же, подведем итоги. Ну, а пока будем слушать вас по телефону 617-95-55 с кодом Москвы-495 и читать то, что вы нам пишете на наш СМС-канал. И звонок у нас есть. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я вот водитель-доломбойщик. Вот езжу по России. Вот. У меня, ну, были штрафы в Катарии, в Башкирии, там, ну, в Москве. И мне прислали судебные приставы, ну, квитанцию. Я их все оплатил. У судебных приставов Шигонского района. И мне теперь приходит опять же квитанция. То, что я не вовремя заплатил, мне штраф 500 рублей. Это законно? Скажите, пожалуйста, на письме, которое приставы вам прислали, были указаны какие-то сроки уплаты штрафа? Нет. Вот мне было указано в течение этого. Вы, у вас там, у меня вот все документы сохранились. У меня, короче, судебный пристав. То, что я не заплатил, там, 500 рублей. Каждый питанция по 500 рублей штрафа была. Я заплатил их. Вот за проведение скорости. Ну, то есть они вам сейчас пытаются предъявить, что вы сделали это с опозданием, правильно? Типа я не вовремя не заплатил. Типа я заплатил, а сейчас к ним сходил. Они сказали, все, ничего вы нам не должны. Ну, сейчас мне пришло опять письмо. Каждую неделю приходит письмо, а судебный пристав. То, что я еще должен, полтора тысячи рублей. В связи с тем, то, что я не вовремя заплатил. Спасибо большое за звонок. Очень эмоционально. Я понял. У вас принято общение с судебными приставами. Правильно, я человек понимаю. Человек оплатил, а судебные приставы ему присылают. Но в данном случае непонятно, да, почему они это делают. Я бы на месте, то есть, что бы я порекомендовал, да, это обжаловать в данном случае действия судебных приставов. То есть, вот эти вот постановления, то есть, об оплате штрафа. То есть, пусть судебный пристав в суд представит доказательства, на основании чего он решил взыскивать дополнительно еще денежные средства. Тогда уже, то есть, я думаю, что будет понятна истина и человеку, за что ему платить. И если это не обоснованно, то, соответственно, суд примет, конечно. Надо не лениться ходить в суды. Я понимаю, что при вашей профессии водителя-дальнобойщика сложно, наверное, взаимодействовать с органами власти. Но надо придумать, представителя своего направить. В конце концов, есть такая возможность, законам предусмотренная. 617-95-55-495, код города Москвы, это наш телефон. Обращусь пока к смс-кам. Пишут насчет лишения прав. Лишили прав до вступления в силу закона о том, что по истечении срока лишения нужно сдавать экзамен, чтобы, собственно, забрать водительское удостоверение. Нужно ли сдавать, если в этот момент лишения закона еще не было? Нет. Не нужно. То есть, это тренд... Закон обратной силы не имеет. Закон обратной силы не имеет, что, в общем-то, и подтвердили. Да, кстати, человек вдогонку написал нам, что его таки лишили прав 10 августа за видимо ксеном в противотуманках. Ну, судя по тому, если все было оформлено как нужно, значит, лишили вас, к сожалению, на совершенно законных основаниях. Остается ждать окончания срока и больше так не делать. Так, еще один вопрос по лишению и сдаче прав. Насколько законна проверка на опьянение большого числа водителей, когда останавливают поток и продувают всех подряд? Спрашивает наш зритель. Право, мне так, взглядом дилетанта, кажется, ничего такого незаконного в этом нет. Ну, может быть, есть какие-то рекламентирующие документы? Есть, да, рекламентирующие документы. Есть пять признаков алкогольного опьянения, да? И если сотрудник вас, ну, предлагает вам пройти эту процедуру, то есть вы можете просто подуть в этот прибор, либо... Ну, либо отправиться к наркологу. Да, то есть, либо поехать в медицинскую, если там, например, у них есть выездная, то провести проверку там. Значит, есть пять признаков опьянения, это дрожание рук. Ну, клинический комплекс, да, еще что-то, вот. Покраснение по крови. Да, то есть, в любом случае, то есть, сотрудник, когда это делает, направление еще что-то, он обязан это писать. Вот, когда вот вас остановили, вы можете тоже спросить, почему вы так решили, что там... Разговор понятно, чем закончится. Он закончится тем, что инспектор скажет, что у меня есть основания полагать, что вы, так сказать, товарищи, потребляли. Сотрудник, инспекция имеет это право делать. Со всеми подряд? Ну, да, конечно. Ну, то есть, друзья, плохая новость состоит в том, что хоть весь поток на московской кольцевой, на федеральной дороге могут остановить и начать ходить с приборами. Хорошая новость заключается в том, что, глядишь, может, кого-нибудь реально пьяного выловят и лишат водительского удостоверения. Ну, вот я так, наверное, буду. Ну, наверное, да. Или народное восстание, пойдемте. Что-то произойдет обязательно. 617-95-55, я вот точно знаю, что в эти секунды должно произойти, мы сейчас услышим нашего зрителя одного. Добрый вечер. Добрый вечер. Я был прав. Здравствуйте. Юрий из Волгограда. Да, знаете, у меня такой вот вопрос, что, значит, в конце сентября я въездил в республику Калмыкия, да, ну и там, в общем, мне выписали штраф за превышение скорости. Все нормально, казалось бы, но я приехал когда-назад домой, да, и не смог оплатить этот штраф, потому что ни один банк у меня не принимал. Оказывается, у них поменялись реквизиты. Вот. И, значит... Не хотели отправить деньги в Калмыкию, да? Нет, 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 банк просто не принимал к оплате, потому что реквизиты не совпадали. И они, ну, не принимали к оплате ни один из банков. В общем, я... У вас возврат был платежа? Нет. Нет, то есть работники банка, они просто не принимали, они набирали у себя данные. И говорят, что таких реквизитов нет. Да, да, реквизитов таких нет. И только недавно я, в общем-то, как по рекомендации попал в ГАИ здесь, да, пришел, ребята начали искать, говорят, у нас базы такой нет, чтобы определить, что это дело. Вот. И, значит, они, ну, кое-как мне нашли телефон, куда позвонить в Калмыкию, узнать это и что. Вот. И, в общем, только потом выяснилось, что там другие совсем реквизиты. Ну, я к чему вопросу... Простите, а вам реквизиты в итоге по телефону диктовали, что ли? Там же столько цифр. Да, 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 все это по телефону, потому что где это искать? База данных общая, как мне объяснили, нет. Вот. И, понимаете, и получается так, что, значит, я-то два месяца уже просрочил все эти дела, но, как бы, не особенно так по своей... Не мудрено, да. Да, и теперь вот что мне платить? Пятьсот, которые мне выписали, или тысячу, которые я просрочил? Нет, пятьсот, которые вам выписали, вас же на тысячу-то никто еще не привлекал. Я понимаю, что приставы должны принять. Нет, нет, ну, два месяца-то прошло уже. Ну и что? Ну, вас же никто не привлекал? Да, если нет письма от пристава, что вы просрочили выплату... Да, заплатите то, что вы должны были заплатить, и все, и больше не платите. Ни рубля лишнего не давайте, не переводите в Калмыкию, ни единого лишнего рубля. Вообще, я представил себе это. Спасибо большое за звонок, я надеюсь, что... Очень добропорядочный. Это просто упорство в порядочности просто феноменальное совершенно. Да. И я себе представил, как из Калмыкии, там, такой же честный сотрудник, не он же менял реквизиты, правильно? Он честно их диктует, там, все вот эти 150 нулей, которые надо вписать в квитанцию, потом же, не дай ты бог, ошибешься, опять в Калмыкию звонить. Катастрофа. 5577, номер для СМС-сообщений от абонентов российских операторов сотовой связи, 4-4, если вы пишете нам из Казахстана, спрашивают очень неожиданный вопрос. Обязательно ли выходить из машины после того, как вас остановили? Или говорить и показывать документы можно в окошко? Можно в окошко. Я в окошко показываю сейчас. Вот, можно в окошко. Если сотрудник Государственной инспекции вас попросил выйти, выйдите. Ну, для чего-то... А ему нужны для этого основания вообще? Может, я не хочу на мороз выходить? Нет, он может попросить вас выйти, например, потому что там что-то показать вам, спросить там по машине. Проверить клинический комплекс. Ходите вы или нет, еще что-то. Он может это попросить. Ну, в принципе, это не обязательно. Ну, да, это не обязательно. 617-95-55, напомню, я, кстати, еще раз на всякий случай номер нашего телефона. Разберемся вот с каким вопросом. Опять же, протокол и квитанция постановления, то, к чему мы пытались подойти в начале нашей программы. Но благородно отвлеклись на звонки наших зрителей. Все-таки, да, инспектор иногда руководствовался исключительно своим мнением и ничем более. Выписывает непосредственно сразу вот эту квитанцию, которая уже фактически отменяет таким образом презумпцию невиновности. Как действовать правильный водитель в этой ситуации? Причем это бывает в очень спорных моментах. Многие мне жаловались, и знакомые мои, я сейчас служебное положение в личных целях использую, что, ну, например, при несоблюдении рядности при проезде перекрестков. Очень распространенная история. Я понял вас. В данном случае, то есть, действительно, первая рекомендация – это не поленитесь позвонить в УСБ по поводу данного сотрудника и сообщить о том, что вы указываете, в чем вы не согласны, и обстоятельства. Потом приедете, напишите более подробно в заявлении, в письменном. Следующая ваша квитанция вы берете. Вы же ее там не будете там… Рвать и кидать в лицо. Да, отказываться там. Биться в истерии. Или еще что-то. А потребовать, оформить протокол вместо этого можно? Можно. Но он вам уже оформил документы. Я не думаю, что он будет вам еще оформлять что-то. Ну, писать они любят, да, мы знаем. Долго это делают, тщательно, вдумчиво. Вот. В дальнейшем, то есть, эта бумага послужит вам поводом для подготовки вашей письменной жалобы, красивой, на то, что вы не согласны. Туда же в УСБ. В УСБ там отдельно, относительно того, что вы говорили, но сотрудник госавтоинспекции посчитал эту ситуацию неспорной. Это обстоятельства относительно действий сотрудника. А жалобы уже будут обжаловать то, к чему вас привлекли, а вы с этим не согласны. И уже пишите… А жалобы тогда куда писать? Вышестоящий орган. А, вышестоящий орган. Ну, то есть, следующее подразделение, да? Да. То есть, ну, там, я думаю, оно быстрее… Ну, вот сейчас, как ни странно, рассматривается быстрее. Угу. Вот. Есть еще у них интернет, насколько я понимаю, приемный? Да. Есть интернет приемный, где вы также можете оформить жалобу через… По интернету отправить, она работает еще быстрее, чем даже письменная. Ну, наверное, потому что за этим следят лучше. Мне кажется, просто никто не верит, что это работает, поэтому мало пишут. Может быть. Поэтому, когда пишут, наконец-то, они так радуются, всплескивают руками, говорят «ба». Самое интересное, когда вы там оставляете контакты, вам еще звонят и говорят, что ваше обращение рассмотрено, и вы можете приехать, получить ответ и с вами даже там проконсультируют относительно… Хочется себя ущипнуть и спросить, в России ли я до сих пор живу. Да, и спросить относительно того, что… Давайте со зрителями пообщаемся. 617-95-55, код 495. Добрый вечер, вы в эфире. Опять не удалось. Против нас сегодня связь частично, но у нас время еще до конца передачи есть. Я надеюсь, что позвонят нам еще наши зрители. Имеет ли право инспектор ДПС потребовать документы на газобаллонное оборудование, установленное в автомобиле, спрашивает наш зритель. Посредством смс-сообщения спрашивает. Честно говоря, это не сталкивалось с этим. Ну, я так понимаю, если это доустановка, хотя на самом деле… Ну, заводских не так много все-таки, так что предположим более очевидные варианты. Ну, я скажу так, что вообще сотрудник госавтоинспекции проверяет техническое состояние транспортного средства. Ну, в данном случае, я так понимаю, что это проверка технического состояния. Это уже выходит за его рамки. Ну, то есть, если на техническом контроле при прохождении и получении этого талона заветного… Ну, в данном случае сейчас же у нас не обязательно эти документы предоставлять и возить с собой. Вы можете и не предоставлять их. То есть, только то, что предусмотрено правилами дорожного движения. Если он с чем-то не согласен, вы ему предложите как-то это оформить, его несогласие. Потому что я, честно говоря, не знаю, как он это будет делать. Хорошо. Ну, то есть, если он… То есть, фактически, видимо, речь идет о том, что он пытается запретить эксплуатацию транспортного средства таким образом. Возможно, да. Тогда он должен попытаться оформить протокол на основании… Конечно, он должен оформить, да, на основании чего, как он это считает. То есть, вот… Я тут перебираю сейчас в голове пункты правил, которые, честно говоря, недобуквенно, и пытаюсь вспомнить, есть ли вообще отсутствие каких-либо документов в перечне оснований, которые запрещают эксплуатацию транспортного средства. Ну, простите, мы с газобаллоном сегодня не очень подготовились, видимо. Ну, так можно, в принципе, относиться к любому тюнингу, который стоит на автомобиле. Да, да, да. И тогда, получается, нужно возить с собой ворох сертификатов на каждую штучку, которая прикручена к машине, чего, в общем, делать совершенно не обязательно, если эти все вещи сертифицированы, и при технической инспекции было удостоверено их соответствие. Поэтому у вас есть один документ, называется «Поле Сосага», который свидетельствует о том, что автомобиль технической инспекции прошел. Пройден техническая. Ну, или она ему не нужна в силу юности автомобильной его. Еще один звонок успеем принять, наверное. Добрый вечер. – Добрый вечер. – Здравствуйте. Говорите. – Такая ситуация. Ловогодская область, город Череповец. Остановили на посту ГАИ. Пригласили на пост ГАИ. Пришел на пост ГАИ, что пьяный, непьяный, трезвый водитель. Просили, что штрафы. Тогда пробьем на штрафы. Страфы, я говорю, и принципиальный водитель в штрафах не имеем. Тогда сказали, будут. Выписали штраф за нещаемые номера. Хотя остановили еще одного водителя. Он пришел и через стекло говорю, можешь прочитать мой номер? Он прочитал мой номер автомобиля. Законно они это сделали или нет? – Да, спасибо большое за звонок. Ну, что, если номер читаем? По-моему, с номерами вообще можно на месте устранить, на самом деле. Если они не читаемые. Но если они не вытерты до белого состояния, то уж точно можно. – На самом деле, да. То есть сотрудники госэфоинспекции, не составляя протокол, предлагают устранить на месте, и никаких протоколов не составляется. В данном случае, если вы не согласны, ну, это, опять же, надо как-то подтверждать. Если не читаемые номера, так же вот на посту сотрудники госэфоинспекции фотографируют машину. Вы также можете отфотографировать свои номера при составлении протокола. Ну, то есть уже в суде вы будете разбираться на предмет того, что читаемы они или нет. Хотя читаемость должна, если я не ошибаюсь, там, с пяти метров. – Ну, сейчас, судя по всему, если из самого пикета смог прочесть случайный свидетель, значит, видимо, номера были, ну, судя по всему, читаемыми. – Я так понял, что просто, наверное, хотели придраться к человеку. – Очень. Причем. Причем очень хотели. – Причем. – Можно ли, считаете ли вы возможным оспорить решение инспектора ГИБДД в неких инстанциях надзорных и контролирующих? Такова была тема нашего СМС-голосования, которую мы прекращаем в эти секунды. 86% верят в то, что это возможно и надеются свою правоту отстоять. И всего 14% скептиков. – Я очень рад этому. – Это просто позитивнейшая тенденция абсолютно. А вообще правда, да, что есть какой-то позитив в работе инспекторов и всех надзирающих над ними инстанций? – Как ни странно, да. То есть вот за последние три года действительно в этой ситуации намечается сдвиг позитив, что действительно на все реакции, на жалобы сейчас идет ответная реакция. И я вам скажу, поверьте мне, сотрудники госавтоинспекции, если водитель добивается правды, пишет жалобы или еще что-то, обращается в УСБ, ему ой, как непросто приходится писать объяснительные, еще что-то. – В общем, поступайте по закону, создайте проблему инспектору. – Есть еще вопрос, связанный с ответственностью свидетелей. Иногда бывает, что появляются какие-то диковинные свидетели в протоколах, уже постфактум, например, которые якобы видели, как ты якобы что-то нарушил. Можно ли этих людей как-то привлечь к ответственности? – Очень тяжело. Ну, это очень тяжело привлечь к ответственности. – Это же фактически дача ложных показаний. – Да, это дача ложных показаний. Но в данном случае устранить те обстоятельства, которые эти свидетели подтверждают, можно только какими-то материальными, то есть это экспертиза, фотографии с места ДТП, другие свидетельские показания, возможно, видеозапись с видеорегистратора, либо камера наружного наблюдения. То есть только в данном случае только так. – То есть даже если инспектор кого попал, остановил на дороге и заставил фактически внести свои данные в протокол как свидетеля… – Бывает такое, да. – Да, то оспорить это практически никак не возможно, если у тебя нет видеорегистракта или там… – Нет, ну… – Своих свидетелей привлечь. – Да, привлечь своих свидетелей. Ну и также это когда в случае того же судебного спора этого свидетеля вызвать в суд и опросить. Если он этого не видел и врет, да, – ну, человека можно вывести действительно на несоответствие вот этих фактических обстоятельств. – Это уже работа юриста. – Николай Скалов – адвокат, специалист по защите прав автомобилистов, был гостем программы «Юридический лекбез» на телеканале «Автоплюс». Спасибо большое, что были сегодня с нами. Встретимся в этой же студии, в этом же самом эфире. Через неделю будем заниматься платной эвакуацией. Всего вам доброго, друзья. Субтитры подогнал «Симон»